Приветствую вас! Если отвечать на ваш вопрос общий, то моральный отдых это расслабление, это общение с интересными, весливыми людьми, которые вам нравятся, которые вам приятны. Общение с людьми, которые принимают вас в наибольшей степени таким, какой вы есть. А моральный отдых это когда вы осваиваете, познаете какие-то культурные ценности, которые вызывают у вас интерес, вызывают у вас сопреживание. Моральный отдых это когда вы сталкиваетесь с такими проявлениями культурных ценностей, взглядов, устоев, которые напрямую отражают ваше собственное мировоззрение. То есть всегда, например, приятно находиться среди тех, кто отделяет ваше мнение. Это приятно, это создает ощущение безопасности, создает ощущение спокойствия, создает ощущение того, чтобы вы на своем пути, чтобы правильно движетесь в правильную сторону, в правильном направлении. И именно так можно охарактеризовать моральный отдых. Моральный отдых это там, где вы чувствуете себя спокойно, хорошо, нет для вас угроз. Моральный отдых это когда вы сталкиваетесь или занимаетесь чем-то, что доставляет вам искренний, сильный уровень, высокий уровень эстетического морального наслаждения. Например, человек любит, когда, допустим, скажем так, когда наблюдает животных, и человеку нравится животных, и человеку нравится природа. Он считает, что природа это прекрасно, он считает, что природа это замечательно, это здорово, и когда человек так увидит природу, он отдыхает. Он отдыхает, он отдыхает. То есть ему не нужно что-то играть, ему не нужно к чему-то себя принуждать, ему не нужно что-то себя заставлять. Он просто отдыхает, просто наслаждается, не предлагает никаких усилий. Вот это называется отдых. Но, я не даром сказал, что если в общем отвечать на ваш вопрос, ведь дело в том, что есть еще и частность. И частность, она, к сожалению, несколько более сложна, чем общая. Потому что, ну, это очень легко, знаете, сказать какие-то общие фразы, и, в принципе, на вопрос ответ. То есть, понятно, что и ваш вопрос достаточно общий. Это понятно. Но, тем не менее, как профессионал, я, в принципе, должен ответить вам не только общими фразами. Давайте так. Если вам требуется морально отдыхать, значит, у вас где-то есть моральное давление. И если есть моральное давление, то у этого морального давления есть субъекты. А дальше у этого морального давления есть некий эффект, некие последствия, некие важные моменты, которые заставляют вас испытывать попредственность в том, чтобы морально отдыхать. И, соответственно, если мы говорим об этом с этой позиции, то необходимо для начала определить, а что же, собственно говоря, такое происходит в вашей жизни, что вы нуждаетесь в моральном отдыхе. Что же, собственно, такого случается в вашей жизни, что вы испытываете моральное давление? Со стороны кого вы испытываете моральное давление? Со стороны кого вы испытываете моральное притеснение, может быть, моральную угрозу, как будто и так далее? На какие ценности установки ваши посягает этот субъект и почему? Как вас задевает то, что этот субъект посягает на ваши ценности установки взгляда? И тоже почему? Постарайтесь подумать над этими вопросами, может быть, тогда вам не потребуется морально отдыхать, потому что морально напрягаться, и морально бороться, морально защищаться вы не будете. Вообще надо сказать, что слово мораль – это очень такое расплывчатое слово. Мораль используется в очень многих фразах, в очень многих контекстах, и поэтому необходимо вам для начала определить то значение слова «мораль», которое именно вы вкладываете в это слово. Потому что в зависимости от того, кто как понимает мораль, и, соответственно, будет устраиваться ваш план по моральному отдыху. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что вы найдете в нем для себя полезное в моем ответе. Если у вас остались вопросы, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!